Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня мы продолжаем тему прошлого выпуска – как сохранить семью на грани развода и надо ли это делать. В прошлом выпуске мы узнали, что не всегда это надо делать. И сегодня мы продолжим обсуждать этот вопрос – как сохранить семью. В гостях с нами психолог Ольга Галкина. И мы начинаем. В начале выпуска хотела пройтись немного по мифам, связанным как раз с семейными отношениями и взаимопониманием. Существует такой миф, что атмосферу в доме и в отношениях создает именно женщина. То есть когда вот у нее все хорошо, настроение хорошее, все прекрасно. Но не дай бог что-то не так с настроением, то плохо будет всем. И еще потом еще упреки. Она слышит, что вот это ты сама во всем виновата, что у нас в доме такой беспорядок. Что вы об этом думаете? Ну, я могу сказать следующее. Действительно, очень расхожее понятие, когда женщина – это эмоциональный центр семьи. Вообще, действительно, в психологии отношений говорится о том, что мужчины с трудом, да, если даже это очень артистичный мужчина, может окружить себя такой атмосферой теплой эмоциональности, в котором приятно находиться. Мужчина одинокий, ну, он в большей степени занимается какими-то действиями, делами и так далее. Вот. Это действительно то, что они хорошо умеют делать. Женщина – это очень тонкое существо, которое умеет, не напрягаясь, вызвать эмоции в мужчине. Существует даже такое понятие, да, такое мнение, я бы так сказала, что, вы знаете, мужчины бы, особенно современные, с удовольствием оставались бы одни, если бы не одно «но». Они не умеют делать любовь, они не умеют ее чувствовать, но они могут на нее среагировать, и для этого нужна женщина. Она воодушевляет вот на это состояние чувствования. Он среагирует не на мысль, которых у них много, не на какое-то там поведение, а на ее эмоции. А женщина умеет входить в свои собственные эмоции, и она их может раздать, как говорится, другим людям через действия, через какие-то свои слова, которые она умеет говорить. Женщины умеют говорить. Они умеют вот эту эмоциональность доносить. Она становится вот ощущаемой. Вот. У мужчин она где-то заперта внутри. Вот. А она вот в действие переходит эта эмоциональность. Вот. Это хорошо, когда все хорошо. А если все-таки, ну, заканчиваются силы, заканчиваются ресурсы, и в доме все становится плохо, и вот винят в этом женщину? Я бы сказала, и да, и нет, да, что женщина, она создает вот с одной стороны уют, да, вот этот эмоциональный комфорт, но она может быть, скажем так, тем самым эмоциональным вулканом. Не зря практически любые семьи, особенно это распространенная точка зрения в англоязычных странах, что семья, ее так и называют, эмоциональной системой, где женщина берет на себя функцию эмоциональной поддержки. Вот. То, как умеет поддерживать женщины, ну, практически никто не умеет это делать. Поэтому, если у нее плохое настроение, это передастся всем. Абсолютно. Это будет заметно потому, как она, скажем, моет посуду, она моет ее громче, чем обычно, и тем привлекает к себе внимание, да. Она никому ничего не говорит, и для всех это не неожиданно, и все начинают включаться, они понимают, что-то происходит. А потом любая эмоциональная система – это некая цепочка, по которой передается настроение от одного к другому. Но вы поймите, женщина сама выстраивает близкие отношения, как с мужчиной, так и с детьми, так и с родителями и так далее. Близкие – это значит, что люди близко по отношению друг к другу, вот в пространстве психологическом. То есть, как женщина улавливает настрой другого человека, да, так вот она же в эти отношения ну, уводит и мужчину. Потому что получается так, что вот эта близость, она комфортная, ты часть информации через ощущения, да, воспринимаешь. Ну и понятно, если женщина негативная, а у мужчины день очень хорошо прошел, он не может быть столь неадекватным, чтобы не замечать, что с ней что-то не так. И поэтому, действительно, она может принести в семью плохое настроение, и это плохое настроение распространится на всех. Еще миф существует, что дети сближают, и появление ребенка в семье помогает наладить отношения в супругах. Понимаете, в практике не подтверждается. Во всяком случае, это происходит не во всех парах. Где это работает? Это там, где есть вот эта родительская готовность к появлению детей, желание передавать вот этот опыт родительский, личный опыт ребенку, и желание с партнером вместе что-то делать. Ну я так скажу, вот есть у человека, например, такая вот идея заняться своим здоровьем. Вот знает, что это надо делать, да, ну вот не хочет он делать это один, но ради кого-то он это будет делать. Встанет на коньки, на лыжи, будет заниматься плаванием, и вот они всей семьей ходят в бассейн, катаются на лыжах с удовольствием, катаются на коньках, ходят походы, ходят на рыбалку. И создается такое впечатление, вот ребенок появился, его надо воспитывать, о нем надо заботиться, и жизнь в семье стала интереснее. Но бывают такие случаи, когда пара была очень активная, у них куча друзей, они путешествовали, они проводили время, как они хотят, и вот появляется ребенок, и он закрывает пару дома. И теперь они сидят, вот такой оседлый образ жизни начинает себя вести, потому что, ну, ограниченная материальная база, да, у нас все-таки страна такая, где не у всех есть тот доход, который позволяет им быть столь мобильными, там, да, поехать с ребенком в большой театр куда-нибудь, там, да, какую-то постановку, там, да, а потом на следующей неделе на фестивале алтайских трав, там, да, а потом на море скатать. Ну, нет у нас такой ресурсной базы, и нам тяжело зарабатывать эти деньги. Мы часто устаем. И очень многие переживают, что, ну, они не проводят даже с ребенком столько времени, сколько они бы хотели. И ребенок очень сильно осложняет, на самом деле, жизнь пары. Особенно молодой. То есть появление ребенка, это все-таки скорее кризисно, да? Очень ответственно и очень напряженно. И еще хочу добавить, особенно это не работает в той паре, наверное, которая все хочет сделать правильно и вовремя. Что вот ребенка нужно правильно перевести на здоровый образ жизни. И сколько это занимает времени у мамы, чтобы приготовить эту еду для него. Вот. И ребенка нужно отвезти в какие-то развивательные студии, да? Это тоже определенная занятость какая-то, почасовая, да? И надо договориться с супругом, кто когда его будет отвозить, забирать там, да? Да еще его нужно как-то развивать в плане контактов с другими детьми. Надо организовывать праздники, надо ходить на детские площадки, там, да? Вот. Это немножечко не про интересы мужчины и женщины. А им бы хотелось проводить время совсем. В другой романтике, я бы сказала. Вот. У них просто на это нет времени посидеть где-то на какой-то великолепной террасе, взять хорошую бутылочку вина, замечательного твердого сыра. У них просто на это нет времени. Когда ребенок уже лег спать, они бы тоже хотели отдохнуть. А тут нужно опять что-то организовывать, опять напрягаться. Вот. Но очень часто человек устает, ну, вот от того, что не удается все-таки договориться с своим партнером. Как мы хотим вместе провести это время. Вот. А понимаете, если вот, например, опять же про женщину, да? Вот ей опять нужно что-то организовывать, да? Вот. И вот эту вот романтику создавать. Это совсем уже не романтика, когда она все это делает. Она бы хотела тоже прийти на что-то все готовое. Вот. Но у нас, к сожалению, не всегда так получается. Поэтому все обоюдно должно быть. Да. Запороленный телефон супруга – это тревожный знак или это просто желание иметь какое-то собственное личное пространство? Вот, кстати, в отношениях вот это вот личное пространство, этот вот воздух какой-то, который должен быть вокруг себя. Расскажите об этом. Понимаете, это не во всех парах присутствует, прямо скажем. Да? Вот. Но поскольку вы задаете вопрос о парах, где это присутствует, значит, есть какие-то причины. Почему? То есть это ненормально. Вот. Вот смотрите, давайте попытаемся пока просто проанализировать эту ситуацию. Правильно? У партнеров, и обязательно только у мужчин, да, у женщин тоже может быть запороленный телефон. Она его поставила. Почему это так? Давайте, скажем так, вдруг кто-то из них работает, и работа связана с тем, что есть профессиональные чаты. И информация абсолютно должна быть закрытая. И человек подстраховывается и ставит пароль, чтобы не то, что не делиться, как бы, профессиональной информацией с посторонними людьми, чтобы своих близких не подвести под какую-то неприятную ситуацию. Понимаете? Это первое. Но чаще всего партнер предупрежден, и как-то с ним это все оговорено, и он болезненно к этому не относится. Это мера. Мера, ну, которую, вот, например, человек может предложить такое толкование. Это проявление заботы о тебе и о близких. И он согласовывает, да, с пониманием другого человека, и получает одобрение. Но есть ведь другие ситуации, когда человек безосновательно, без всяких оснований ставит пароль. Почему он это сделал? Конечно, первое, о чем приходит в голову, значит, у него есть что-то, что он хочет скрыть от партнера. Вот. Не оказаться самому в какой-то ситуации, где нужно давать какие-то объяснения и быть уличенным в чем-то, да? Вот. Но есть и другая ситуация, когда человек, в принципе, характеризуется скрытостью какой-то вот такой переходящей, я бы сказала, в параноидальное состояние. Ну, вот в нормопатологическом функционировании, да? Вот когда он сам подозревает кого-то в чем-то, он не хочет сам оказаться в такой ситуации. Вот. Это тоже какая-то такая сомнительная история. Да, соглашусь с этим. Это какая-то личная установка, да, вот, которая приписывает, что о тебе лучше никто не должен знать без твоего разрешения. Все, что нужно, да, партнер пусть спрашивает, я отвечу. Так это мой мир. Вот таким человек мог быть в результате какого-то воспитания. Так было в семье. И он принес свои отношения. И, вы знаете, такие люди даже не объясняют партнеру, почему они так себя ведут. Типа другой должен об этом догадаться, понять и одобрить. Это домашняя культура. Там многое, что недоговаривают. Там многое, что скрывают. Там очень много вот этой коммуникации закрытой. Но человек может быть не из такой культуры. Он может вести несколько разных жизней. И вот понимаете, вот он от партнера закрывает часть своей жизни. И вот надо тогда смотреть, а как вот он себя ведет вот в общении, да, вот насколько он дает этой информации. Что если он такой человек, который все может о себе рассказать, он ничего не скрывает, но при этом у него запароленный телефон. Это разве не вызовет подозрение? Вызовет подозрение. Значит, о, ну что вы все про мужчин, давайте, это будет женщина, да. Вот она запароливает этот телефон, вот, а сама по себе такая очень открытая все рассказывает. И создается впечатление, что она ничего не скрывает о себе. Это вообще для нее не характерно. Но у нее запарольный телефон. Понятно, что у мужа будет подозрение. Он может внезапно что-то захотеть узнать, забыл там телефон тещи. Вот. Вот. Раз, а у нее парольный телефон. Конечно, вот эта вот разность между ее повседневным поведением, да, и запарольным телефоном однозначно вызовет подозрение, что ты от меня что-то скрываешь. А когда человек такой, на личности которого стоит пароль, так у него и в телефоне пароль будет, и соответствие есть. Поэтому надо смотреть, в принципе, на человека. То есть в целом это почва для размышлений, да? Да, да, да. Не надо однозначно судить, что если телефон запароленный, это основание подозревать, что у него, что-то он как-то нехорошо себя ведет. А совместный отдых или отдых по отдельности? Здесь я и профессиональное, и личное мнение как бы соберу и скажу. Ездить в отпуск, вообще осуществлять какие-либо поездки, организовывать события в одно лицо, это полезно даже делать. Вот. Это просто необходимо. И для отношений. В том числе для отношений, да? То есть вот для каждой пары, которая характеризуется вот разным объемом, вот интенсивности взаимодействия, вот понимаете, вот, например, такая пара, которая вместе живет, у них совместный бизнес там, да? Они хорошие родители, которые вместе что-то делают, да? У них очень дружные родственники, они постоянно вместе, понимаете? Они вот совершенно не испытывают даже мысли о том, что им надо куда-то по одному съездить, вот. И какое-то время, то есть несколько лет, они могут жить в таком режиме. Пока не случится вот это «но». Жизнь настолько в событийном плане стала предсказуемая, что вот очень часто люди говорят, мы просто молчим, не о чем поговорить. Вот нет этих событий. Вот это как раз критерий того, что точно одному из них надо обновиться, надо куда-то съездить. И вы знаете, не нужно организовывать такие длительные какие-то поездки. Ты уехать можешь на один день, да? Ну, на двое суток. Приезжаешь ты в совсем другом настроении. Вот, какой-то обновленной свежесть. Поэтому вот какая-то информативность должна вливаться через обновление, когда ты куда-то с кем-то встречаешься. А когда в отношениях не все гладко, идея пожить отдельно будет хорошим решением или все-таки плохим вдруг понравится? Понимаете, тоже неоднозначно здесь присутствует. Если у людей актуальный конфликт, вот какое-то разногласие, и его надо решить, допустим, обязательно. Ну, это вот что? Это чаще всего ряд вопросов, связанные с ребенком. Здесь временник нельзя. Здесь надо договариваться. А они настолько ругаются, они настолько эмоционально измотали друг друга, что вот они решили разъехаться и пожить отдельно. Вот это не тот вариант. Потому что у них совместный ребенок, и ребенок может быть в беде. Ребенку нужна помощь. У ребенка проблемы в школе. Он не учится. Он может уходить из дома. Как-то разъехаться, чтобы отдохнуть друг от друга. Это не тот вариант. А бывает такая тема. Как раз-таки ровно наоборот. Пара хочет ребенка, и у них проблемы между собой. Супругу все больше, например, может тянуть в родительскую семью. Он там эмоционально отогревается, он там разговаривает. Женщина обижается на него, потому что ей нужна поддержка, ей надо сосредоточенность. Ей нужны, так сказать, больше интенсивности супружеской, раз они вот хотят ребенка от этого завести. А он все больше и больше с родителями там. А она все больше и больше одна. И они не продвигаются в этом вопросе, в этих разговорах никуда. И вот возникает действительно у каждого из них идея. А давайте вот действительно разъедемся, какое-то время поживем раздельно. Это неплохой вариант на какое-то время разъехаться. Но и тут же надо понять следующее. А сколько жить друг без друга? Ведь если люди на неделю, на две разъехать, ну хотя бы в течение месяца, это одно положение вещей. А вот если они разъезжаются на два-три месяца, они просто отвыкают друг от друга. И съехаться снова, когда ты получаешь какие-то другие спокойные условия, ты уже спрашиваешь себя, ну зачем? Зачем опять эти скандалы, ссоры? Вот спокойно, вот хорошо, я живу, что хочу, делаю там, да? Куда хочу и пойду, и с кем, вот уже встречаюсь там, да? Вот мы же договорились, что живем отдельно. То есть до месяца это не страшно. Да, да. А дальше, вот в силу нашей физиологии, 21 день мы отвыкаем от всех стереотипов, в том числе поведенческих. И нужно снова съезжаться, привыкать, как-то опять начинать договор. А зачем? Если это решает многие мои вопросы. А вот еще вопрос. Конфликтная ситуация. Сели за стол переговоров, что-то решили, решили как-то, может быть, поменять отношения, что-то в себе изменить. Все, с понедельника начинается новая жизнь, начинаем себя по-другому вести. Но как это происходит? Ведь все равно же там, ну сколько, ну день, два, ну неделю, ты вот будешь держать эти договоренности, а потом все равно же нутро-то наружу идет. Вот смотрите, кто-то до этого решения доходит сам. Кто-то приходит, мы работаем психологи с парой и специально на это обращаем внимание. О чем я сейчас говорю? Вот понимаете, очень сложно людям в близких отношениях, а у нас в стране, ну это традиции нашего народа, раз мы пара, то мы стремимся построить близкие отношения. Некоторым людям вообще не нужны никакие отношения, если в них нет близости. Но как раз-таки это и составляет сложность. Мы близки, поэтому мы все время друг на друга реагируем. Мы чувствуем настрой друг друга. Это в одних случаях нам помогает, а в других случаях вот в разногласиях оно скорее минусом является, потому что я чувствую вот неприязнь, да, злость, там, раздражение. Мне сложно это игнорировать. Твое сейчас настроение, настрой. Поэтому, какой здесь используется прием? Люди снова начинают говорить, ну и как обычно, они начинают друг на друга реагировать. Эмоционально, в общем-то, опять-таки, возбуждены все, сложно договариваться. Ведь чтобы договориться, надо относительно хотя бы быть спокойным. Относительно. Поэтому. Снова поругались. И на какое-то время люди, успея, так сказать, завершить ситуацию, говорят, давай вернемся к этому. Сейчас все. Мы просто ссоримся. Дальше это уже просто ругань. Вот. Вернемся к этому. И здесь очень важно вот это, вот этот шаг проработать. Когда вернемся? Вдруг вернемся, когда одному из них уже будет неактуально. Ну, то есть, все равно, учитывая физиологию большинства людей, начиная от холериков до тех же меланхоликов, где скорость нервных процессов все-таки разная, кому-то надо быстро и побыстрее. Но кто-то еще не успокоился. Вот как флегматики и меланхолики, да, они все-таки медленнее стресс-то вот от напряжения сбрасывают. Ну, это означает, что в течение дня, до завершения дня, а если вечером поругались, значит, в течение следующего дня мы должны вернуться и начать. Но начать по-другому. Начать хотя бы вот с этих фраз, да, что ты мне хотел доказать? Что ты мне хотела доказать? Что я должен был понять? То есть обсуждается уже не сама ситуация, а обсуждается сами состояния, в которых они были в предыдущий раз. Вот ты заметила, например, да, что как только мы там стали вот это обсуждать, ты уже не говорила, ты просто переходила на крик. Ты вообще заметила это? Мне хотелось бы вот тебе это напомнить. Она говорит, нет, я с тобой разговаривала. Он говорит, мне записать? Ты кричала. И снова они начинают друг другу доказывать, кто кричал, а кто разговаривал. Но у них есть предписание. Как только они начинают вот выяснять отношения, которые не помогают им понимать, они просто спорят безрезультатно, доказывая свою правоту. Можно доказывать только какой-то момент. Я бы сказала так, вот если 10 минут разговор, а вы все об одном и том же, вы никуда не продвигаетесь. Если вы никуда не продвигаетесь, остановка в пути. И вот люди учатся за рамками ситуации обсуждать свое состояние. Вот мне важно, чтобы ты на это обратила внимание. Да? Я хочу тебе сказать, может, я ошибаюсь, но вот это происходило. А я вот это почувствовала. Как вы понимаете, разбор ошибок коммуникативных, которые вот внутри ситуации всегда возникают. И тогда они учат друг друга обращать внимание на что-то важное для каждого из них. И, например, они могут о чем договориться? Не о том, кто все-таки ребенка отвозит и забирает из детского сада, как они там деньги эти распределяют. А договоренностью первичной является, если мы говорим, голос никто не повышает. Мы можем строго говорить, но не оскорбляем и не кричим друг на друга. Вот первичная договоренность есть. И это такой прорыв пары, что уже потом, когда вот этот навык, он сформирован, переносится в саму ситуацию, они начинают этим пользоваться. Как только начинают что-то опять друг другу доказывать, другой говорит там, например, слушай, мы же договорились. Но не проговаривает, о чем договорились. И вот это «мы договорились» напоминает каждому о том, какое поведение важно, например, самому, ему. Например, не кричать и не оспаривать мнение другого человека. Вот очень важным результатом договоренности, да, не оспаривать мнение другого человека. Да что ты мне доказываешь? Ты не это говорил. Не ставьте под сомнение то, на что претендует другой человек. У тебя свое мнение, у него свое мнение, ну так пусть пользуется каждый своим мнением. Все. Ты просто предлагай, как ты хочешь решить эту ситуацию, а не оспаривай мнение другого человека. Вот это тоже результат такой хорошей договоренности. Хорошая схема действий. Да. На консультации у психолога именно так и происходит под чутким руководством психолога. Потому что, мне кажется, самим как-то не особо контролируешь себя в эти моменты. У нас до конца программы прямо осталось немного времени. Когда к психологу все-таки надо уже обращаться, когда люди хотят сохранить семью, хотят отношения, но сами не могут? Вот в какой момент уже прям вот? Я бы сказала, когда желательно обращаться к психологу, и когда люди на самом деле уже обращаются к психологу. Потому что это вот про разное, да? Когда нужно обращаться к психологу, когда возникают вот эти частые, пока еще ссоры, в которых люди проигрывают вот эту схему. поссорились, да? Потом замалчивают какой-то конфликт, а потом снова общаются. Вот на этом этапе особенно важно приходить к психологу, чтобы не копился вот этот негативный груз эмоций, который сопровождает вот непринятое решение. Нет решения, не ругаемся, а все-таки я не добился того, что я хотел. И не понимаю, как объяснить другому человеку, чтобы он меня услышал. Вот человек-то остается один на один с таким, ну, как бы с такой задачей, да? Значит, ему помощь нужна. Ну, понимаете, вот есть такое расхожее мнение, что одинокий человек и одинокая женщина – это не та, которая остается там без мужа, без, допустим, своего какого-то партнера, а это та женщина, у которой нет поддержки ее матери. Вот. Если бы у каждого человека была мама, психологи были бы не нужны. Ты пришел бы к своей маме, к ее опыту, да, с ее мощнейшей поддержкой, она тебя эмоционально собрала, она тебе дала советы, и ты пришел с надеждой в эти отношения. И мама тебя все время эмоционально восстанавливает после всех супружеских ссор. Она твой основной ресурс, такой источник. Можно даже сами проблемы, ну, как бы не решать, пока ты не умеешь, пока ты сам не дойдешь до этого, да? Но, во всяком случае, мама все время восстанавливает эмоциональную, такую истраченную базу. Но люди чаще всего приходят уже эмоционально измотанными. Вот в состоянии, когда они вот в этом тупике находятся. Как я действую, это не дает результатов, а как по-другому, я просто не знаю. Но надо продолжать жить дальше, или же, наоборот, они не хотят уже жить вместе. И они говорят, мы хотим, наверное, уже развестись, развестись, но мы в этом не уверены, но если развестись, как это сделать грамотно, безболезненно друг для друга, и для детей тоже. Спасибо большое, Ольга Александровна. Не на все вопросы мы успели ответить. Я думаю, может быть, мы еще в будущем вернемся к этой теме. Может быть, какой-то отдельный аспект более подробно обсудим. Ну, а на сегодня наш выпуск подошел к концу. Это была программа «Разговор по душам». До свидания, всего доброго. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова